Утро на Елисея Не мыть и не стричь волосы накануне экзаменов. Положить пятак под пятку, чтобы получить хорошую отметку. В такие приметы верила я в студенчестве. А что сейчас помогает молодежи? У нас ребята вообще кладут учебники под подушкой и всё. Мы перед экзаменами кричим в окно халява приди. Первое – уронить зачётку перед аудиторией. Второе – нельзя заглядывать в зачётку. Левой рукой нужно вытягивать билет. Ну и не ругаться с преподавателем в течение года. От сессии до сессии живут студенты весело. В этой маленькой фразе отражена вся суть задорной жизни учащихся вузов. И когда наступает время сдавать экзамены, ребята делятся на два лагеря. Одни не вылезают из библиотеки и учат лекции сутки напролёт. А другим приходит на помощь масса примет, веря в которые можно получить зачёт или пятёрку. Нужно положить зачётку на пол, перепрыгнуть её пять раз, после этого повернуться влево, повернуться вправо и пойти на зачёт. Как говорят сами студенты, захочешь сдать и не в такое поверишь. А у опытных отличников есть свои, проверенные временем приметы. За пять лет учёбы в университете я уже открыл для себя некоторые моменты, как точно сдать экзамен. В общем, у меня есть два верных способа, даже три. Это готовится в последнюю ночь, это не открывать зачётку перед экзаменом и в день экзамена, ни в коем случае. И заходить в первой пятёрке. А ещё говорят, что хорошо сдашь экзамен, если весь семестр ходил на занятия и все билеты выучил на отлично. Хотя студенты уверены, что эту примету выдумали преподаватели. Вспомнили студенческие времена Виктория Карлова, Константин Фролов и Константин Шубкин.